здравствуйте мои дорогие подписчики гости моего канала меня зовут наталья я из новороссийска как обещала в прошлом видео мы сегодня будем делать вот такой бабушкин квадрат схемку я выложу и она будет во время нашей нашей учебы висеть на экране этот квадрате я уже связала вот я уже отпарила прогладила чтобы он ровненький был вот но сначала я еще хотела небольшой экскурс провести о моих планах которые я хочу снять мастер-классы видеоролики в ближайшее время итак первое что вот такая вот у меня получилась игрушка among us игрушка достаточно большая 24 по моему сантиметра она получается из плюшевой пряжи велюровой безумно мягкий безумно вот прям кайфовый такой вот я думаю детям очень понравится будем мы с вами вязать вот наверное вот из такой вот такая арт велюр я просто влюбилась в эту пряжу она настолько мягкая на настолько уютно и просто вот одно удовольствие кстати хотела сделать следующую начала вязать мухари эту игрушку я вязала сверху с головы в это решила сделать с ножек но в процессе у меня все это переигралось у меня получилось такое сердечко тоже плюшевая пряжа велюровая это же явно арт велюр ну вообще она прям тоже такое классное такое мягкое и что еще мы с вами будем вязать это будет уже более сложный это я уже вот как бы вязала распустила это у нас шнур шнур хб вот он только другого оттенка тоже yarn art макраме 3 миллиметра будет сумка у нас комбинированная то есть вот эти два шнура будут в одной сумке процесс очень интересный мне понравилось то есть я уже начинала уже как бы вот уже вдохновилась так что будем с вами вязать так ну на этом вроде бы обзор мы закончили итак приступаем к нашему бабушкиному квадратику из него прекрасный и плед может получиться и какая-то там сидушка на допустим на стол на табуретку и в общем вариации очень 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 много в зависимости от нитей от состава пряжи или это будет что-то тонкое и ажурное или это будет более теплое более шерстяное так с чего мы начинаем но у вас будет на экране висеть схемка я съемку перерисовала на тетрадку мы в прошлом видео с вами разбирали все схематичные обозначения петелек и всех столбиков я показывала у меня были проблемы с какие-то с микрофоном ужасные поэтому пришлось звук полностью убрать и просто наложить мелодию и так с чего мы начинаем схема у вас показано можете следить по моей нарисованной вроде бы как видно хорошо в объектив так первое что у нас идет это первая основная петля самое начало провязываем в круг наш затягиваем это у нас первая воздушная петелька подтягивая ниточку чтобы узелок крепкий получился и так очень часто вот здесь вот можете посмотреть либо рисуют на той схеме будет показано хорошо 8 петелек я перерисовала как круг и в серединке нарисовала циферку 8 то есть чтобы знать что у нас начало вязания нашего идет это нужно связать цепочку воздушных петель из 8 петель и потом их соединить в круг и так начинаем первая петелька 2 3 4 5 6 7 8 теперь мы заворачиваем вот эту первую первую самую начальную нить заводим за рабочую нить вводим крючок самую первую петельку цепляем рабочую нить и делаем соединительный столбик то есть мы сейчас не провязываем столбик без накида а вот эту вытянутую петель проводим в ту петлю которая была на крючке вот у нас получился в такой кружочек следующее что у нас идет можете следить по схеме у нас идет 3 петли подъема и 3 воздушные петли уже самого узора вот смотрите и ряды я вот тоже в кружочек поводила первый второй третий четвертый ряд то есть у нас почему сделала из четырех цветов чтобы было более понятно переход очень часто делают вот серединку один цвет а все остальные ряды другого цвета и получается в серединке как такой солнышко ромашка цветочек и так делаем 3 воздушные петли подъема 2 3 и потом 3 петли нашего узора раз два три следующий этап у нас следите за схемкой у нас идет столбик с одним накидом или накидом делаем накид и вставляем все прям в центр круга снова делаем 3 воздушные петли 2 3 снова накид и снова центр круга вот у нас уже получилось 3 столбика а всего у нас должно быть их 8 так что продолжаем до делать чтобы было 8 столбиков не забывая 3 воздушные петли между этими столбиками с накидом а и 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 это у нас последний столбик мы сделали теперь мы чтобы у нас получился плавный переход сейчас мы вот на этом этапе привязываем следующую ниточку как я обычно привязываю я привязываю ту нить которую я добавляю привязываю в любом месте той первой нити делаю узелочек потом я этот узелочек подтягиваю то есть он ездит по нити и вот этот хвостик уже привязываю к первой нити и все получается очень достаточно крепкий узелок и вот эти две нити мы с вами обрезаем чтобы они больше пока нам не мешались убираем в сторонку и да и вот этот вот первую тоже обрезаем иначе у нас будет путаться и цепляться теперь вот мы поменяли уже нить вот сюда вот сюда учитываем что это уголочек у нас делаем столбик с накидом ой прошу прощения мы сюда провязываем соединительный столбик и у нас тогда этот переход не такой заметен то есть у нас уже следующая петля идет со следующего ряда а не та которая была на предыдущем ряду делаем то есть у нас закончился первый ряд делаем 3 воздушные петли подъема следим это у нас уже второй и сюда же в это же место мы должны сделать столбик с одним накидом и так мы сюда же в это же место и провязываем столбик с одним накидом делаем 3 воздушные петли снова накид и вот в этот уголочек ориентируйтесь в это же отверстие в этот же только в другой уголок провязываем 1 неполный снова делаем накид сюда же запускаем крючок две петельки провязываем это у нас уже пышный столбик из двух столбиком с одним накидом и вот эти уже три петельки мы провязываем все вместе вот у нас получается вот такой пышный столбик 3 воздушные петли и в следующем уже нашем в этой ячейке мы делаем 3 столбика с накидом 1 1 полный столбик полный столбик снова накид снова в ячейку 2 и 3 3 вот вот у нас уже вырисовывается какой-то рисуночек снова мы делаем 3 воздушные петли в этой ячейке то есть у нас вот это круг да ориентируйтесь это у нас уходит на угол это у нас вертикаль горизонталь и нашего квадрата то есть сейчас мы на углу поэтому у нас будет два пышных столбика делаем накид в этот уголочек вставляем провязываем начало столбика снова делаем накид сюда же вводим провязываем только начало оставляя петельку и эти три петельки мы провязываем вместе следующие снова 3 воздушные петли накид уже в этот уголочек 2 неполных столбика без накида и потом закрываем одной петелькой и так мы с вами провязываем то есть следующая ячейка у нас будет вот такие три столбика вот они у нас это у нас уголки идут два пышных столбика а потом три столбика с накидом идут в одну ячейку и так мы с вами продолжаем набрали последние вот эти три воздушные петли я уже привязала ниточку следующего цвета делаем соединительный столбик вот сюда то есть это у нас идет пышный столбик ну поскольку это начало ряда он немножко не совсем похож на пышный заводим сюда в следующую ячейку выводим петельку и делаем соединительный столбик с петлю предыдущего ряда все вот у нас уже переход есть теперь мы делаем смотрим идет опять три воздушные петли идет у нас столбик с одним накидом то есть как в предыдущем ряду три воздушные петли и пышный столбик вот вот да это у нас третий ряд уже только здесь у нас было в предыдущем ряду три столбика в следующем ряду у нас уже будет по две с двух сторон добавляется у нас уже будет 7 столбиков с одним накидом и так 3 воздушные петли накид и сюда же в это же уголочек снова 3 воздушные петли накид в этот уголочек ориентируемся провязываем неполный столбик с накидом снова снова у нас неполный столбик и 3 петли закрываем одну все вот у нас начало ряда уже есть далее мы делаем 3 воздушные петли накид накид и вот сюда провязываем один столбик с одним накидом и второй только уже не пышные столбики они идут уже полноценно потом делаем накид вот и вот в эту вот и здесь у нас вот петелечка цепочка получается и вот в это отверстие зацепляем обе видите чтобы у нас наша цепочка была на крючке цепляем петлю и делаем столбик с одним накидом вот таким образом снова у нас накид и снова вот в это вот отверстие цепляем две наши ниточки и рабочую нить цепляем делаем столбик с одним накидом и третий в третью так у нас получилось уже пять столбиков с одним накидом снова накид и уже вот в это отверстие заводим и делаем еще два столбика с одним накидом вот у нас уже расширяется и уже усиливается наш квадратик три столбика с одним три воздушные петли и дальше продолжаем до конца ряда также у нас будет следующие ячеечки да у нас вот сюда вводим будет два пышных столбика потом снова таким же образом семь столбиков с одним накидом продолжаем до конца ряда ну вот мои хорошие привязали мы уже получается третий ряд я уже поменяла ниточку для вязания четвертого ряда вот какой у нас симпатичный квадратик получается он очень мягкий такой итак переходим мы на четвертый ряд в эту же ячеечку мы ой да провязываем соединительный столбик для перехода на следующий ряд и три воздушные петли теперь делаем накид и сюда же то есть повторяется вот это вот уголочки у нас одинаковые из ряда в ряд идут три воздушных петли пышный столбик пышный столбик из двух столбиков с накидом вот уголочек последнего ряда три воздушные петли и вот здесь у нас во втором ряду у нас было три столбика с накидом следующий ряд у нас по два столбика по бокам прибавилось то есть плюс четыре столбика семь столбиков уже в этом ряду к нашим семьи прибавится еще по два столбика по бокам получится уже одиннадцать столбиков с одним накидом делаем накид вот сюда в пустую пространство продеваем делаем первый столбик второй снова накид и так же вот сюда вот захватываем обе петельки нашей цепочки хватаем рабочую нить и делаем столбик с одним накидом вяжем вот до конца наши полосочки вот у нас идет уже девятый столбик с накидом и последние два мы делаем также пустую ячейку вот тем самым у нас усилилась стеночка так давайте закончим уже вот так же провязываем здесь у нас будут два пышных столбика также потом одиннадцать столбиков с накидом и до конца ряда ну что ж дорогие мои хорошие девочки мы с вами связали вот второй квадратик уже как бы первый я сама вязала это мы с вами теперь нам осталось соединить в последнем вот эту делаем соединительный столбик и одну петельку для закрепления сейчас я вам еще расскажу как можно соединить оставляем раза в два наверное длину так длиннее отрезаем и вот эту петельку мы пропускаем через последнюю все затягиваем закрепляем наш узелочек кстати с обратной стороны он тоже очень аккуратно смотрится интересно вот теперь что вот у нас два квадратика но это чуть-чуть он сейчас еще как бы сморченный после вязания тут квадратики оживаю уже отгладила отпарила вот мы имеем два квадратика как их соединить есть способ последний ряд сразу цеплять вот за эту мне кажется он какой-то получается громоздкий некрасивый неинтересный и по моему мнению самый оптимальный самый эстетичный это вот вдеть в иголочку вот это оставшуюся ниточку вот таким образом цепляя за две ниточки соединять оба изделия чтобы она выдерживала симметрию только вот за как бы вот эти передние и подтягиваем и у нас сохранится и узор полностью вот видите за крайние вот эти сторонки кромочные кромочные ряды мы сшиваем ну и так до конца ряда и так мы с вами сшили вот края получился очень аккуратный шовчик у нас косичка еще по бокам идет так что все очень красиво эстетично и конечный вот этот вот хвостик мы сделали здесь узелок закрепляющий просто мы заводим между рядов чтобы он нигде у нас не выходил и не цеплялся все мы его заправили и кончик мы обрезаем все вот таким образом вы вяжете и каждый следующий квадратик по окончании связали следующий квадратик и также его одну сторону сюда пришили следующий связали сюда уже тогда пришиваете две стороны и так вот пока у вас не получится тот ваш задуманный сидушка или плед на этом все дорогие рукодельницы если вам понравилось мое видео ставьте лайк подписывайтесь и мне очень важны ваши отзывы так что если у вас остались какие-то вопросы пишите в комментариях буду всегда рада вам помочь подсказать всего вам хорошего легких петелек и творческих успехов и подсказать подсказать с и